приветствую вас мои хорошие на канале в гостях у заводчика корги сегодня такой важный день сегодня последний день когда представители украинской православной церкви московского патриархата ведут службы в лавре был у меня вопрос кстати от подписчиков не из украины так понимаю да ну видимо и не россияне наверное то представителям европы наташа что такое лавра лавра это религиозный музейный комплекс монастырский комплекс очень на как правильно сформулировать но это комплекс монастырей абсолютно святое место для украины святыня наша место основания православной веры по сути да вот и скажем так сердце по сути до сердце именно православия украинского здесь же находятся и пещеры со святыми мощами вот и иконы очень ценные ценнейшие не только но мы не говорим не материально мы говорим о духовно морально да ну как бы материально естественно само собой да то есть это святое место для украины она она еще и историческое место да вот и ну и по большому счету как бы этот куком монастырский исторический комплекс вот плюс пещеры плюс пещеры святые пещеры да я была несколько раз в лавре и очень хорошо себе визуализирую очень хорошо помню я очень немало походила меня очень удивлять всегда поражали удивляли именно камни вот эти камни которые отшлифованы до такого блеска ногами я всегда представляла когда шла по этим дорогам как как по этим тропинкам ходили на молебны люди знаете там 200 лет назад 300 лет назад именно по вот этим камням вот такое такое ощущение конечно очень сильная в лавре очень сильно сегодня я наблюдаю в течение дня заглядываю периодически прямые эфиры что происходит с киеве меня это тревожит волнует это очень непростой вопрос переселение до православной церкви московского патриархата и очень много и недовольных людей я вижу которые которых это тревожит которые не до конца понимают что происходит которые конечно под влиянием священников находятся я конечно с трудом вообще с трудом воспринимаю эту ситуацию да почему люди как-то именно в священниках видят проявление веры либо проявление бога как-то немножко здесь странно понимаете ведь люди только несут службу по сути любой священник он как бы чиновник чиновник такой религиозный да и я зачастую именно вот в этих каких-то лицах отдельных батюшках видят как будто бы какое-то явление божье над и прямо поймать и руки выцеловывают вроде как послушайте это совершенно не святые люди совершенно не святые зачастую грехов там куда более чем у любого из прихожанином из прихожан не очень правильно политику смешивать религии но в данном случае сама религия влезла представители религии влезли в политику и здесь невозможно да так оставить все невозможно потому что мы все видим что происходит когда священники благословляют на убийство когда высшие касты священников благословляют на войну с украиной благословляют оружие которое летит ракеты которые летят в украину убивают ну понимаете как бы это не мы начали эту войну на минуточку это что это такое как это священники почему священники благословляют идти захватывать другую страну не защищает свои пределы а захватывать чужую страну это что это священники это то есть это люди от бога что ли да а потом потом говорят вы значит на святое покушаетесь нет нет это абсолютно политический момент почему так получилось да потому что потому что служители бога религии веры сами всунули свои носы политику то что им не нужно было делать абсолютно но это дело они это делают я уже много месяцев прослеживаю эту ситуацию и и мне постоянно идет особенно в днепре особенно это сейчас занялись лавра я не представляю что у нас не приотвориться потому что пока как бы начали сверху да она сейчас пойдет потихоньку еще в днепре будут войны поверьте потому что вот смотрите у меня подруга например категорически сказала да я не буду ходить московский патриархат я хочу найти нормальную церковь украинского киевского патриархата и пойти туда там заказать службу опять же для брата заказать службу понимаете который сейчас воюет и что вы думаете это проблема это проблема бедный несчастный московский патриархат но я думаю нас еще конечно будет этот вопрос волновать и это будет еще горячая тема не один раз такое время пришло вот ну я что хочу посмотреть на сегодня кто же действительно сложный вопрос то для меня тема это такая сложная потому что я не очень вникаю в это и я понимаю что там да все не все не так там действительно затрагивает очень сильно затрагивает сердца и души людей да такое самое для многих людей важная больная тема это болезненная болезненно говорю главная красная нить этой темы священники сами влезли в политику сами они подыгрывают россии они настраивают они ведут пропаганду против антиукраинскую пророссийскую это факт это факт извините но такими ужасными заявлениями да что там россия там за мир или путин за мир или кирилл за мир понимаете это все извините но это все пропаганда про кремлевская и вот если бы церковь вела себя осудила бы войну осудила действия кремля действия путина да и четко абсолютно про проговорила бы свою позицию то таких бы не было историй а вот то что они стали на сторону врага по сути они этим себе себе подписали приговор поэтому тут как бы не на кого обижаться я хочу посмотреть какие будут последствия для себя возможно я действительно чего-то не понимаю может я действительно глупая в этом плане знают недостаточно в теме все может быть поэтому я хочу спросить у карт какие будут последствия ухода московского патриархата из лавры из украины целом уход уход московского патриархата перевод украинской православной церкви именно на полностью про украинские позиции вот так давайте так так церковь становится украинская украинская полностью мы отрываемся от московского патриархата полностью и окончательно и безоговорочно какие последствия это принесет для украины шут очень интересная карта обнуление ведь и происходит полное обнуление да ты начинаешь свой путь сначала обнуление ну шизжезла мои хорошие это победа то что все таки украина побеждает несомненно обнуление религиозная да и победа для украины это победа это событие которое несомненно важная по шестерке жезлов приносит победу и триумф ну отшельник по отшельнику да видите ситуация вот такая когда нужно многое многое понять разобраться изучить по отшельнику ситуации нужно разбираться украина будет изучать учить разбираться возможно многие священники том числе будут разбираться и например то изучать описание на украинском языке да или вести службы и учить украинский язык том числе я вам хочу сказать да потому что и отшельник это еще и карта ученика ведь старец мудрец который начинает обучение изучение это мудрец который пытается осветить дорогу дать свет какой-то тут я пока что я вижу для украины позитивные моменты как бы там не было до позитивный паш пашкубка это все равно приятные новости это все равно это все равно приятные новости иллюзии вот посмотрите очень много иллюзий по этому поводу очень много раздутых каких-то несоответствующих фактам разговоров разговоров будет более чем я так понимаю похоже что надолго эти разговоры обсуждения но смотрите колесо фортуны это неизбежные перемены это перемены по судьбе как бы там ни было возможно это болезненный процесс до обсуждать говорить наговаривать вот это все а то достоверной информации какие-то обсуждения это все несомненно будет но мы смотрим первые карты да как бы там ни было это обнуление какое-то в украине идет обнуление и это все шаг к победе это победа это триумф для украины триумф познание нового освещения дороги мы выходим на новую по отшельнику по отшельнику украина выходит на новую дорогу новую для себя но эта дорога все равно так или иначе ведет победе как бы там ни было да и эти перемены они неизбежны хотя как понятно что на пути очень много иллюзий очень много ну вот так вот последняя карта пожалуйста императрица как бы там ни было то есть получается все равно мы не видим здесь никаких непроклятий да никаких там это вот все мы пошли по неверному пути там в плену дьявола и да и на минуточку даже ничего такого все таки видите таро убеждает что украина идет по верному пути да это начать сначала да это обнуление да это нелегко да очень много иллюзий по этому поводу непонимания люди просто в иллюзиях может быть не все готовы этим переменам не готовы потому что верующие люди извините но по сути я правильно и правду говорю нам тяжело получить верную информацию правильную информацию потому что есть на сегодня ну вот мы говорим за я могу сказать не за днепр есть только одна позиция и она превалирует на сегодня вот в нашем регионе и противостоять ей да как будто бы ты противостоишь принципе представителям веры но это же не так потому что одна позиция превалирует поэтому иллюзии мои хорошие очень много иллюзий так что в общем-то процесс неизбежен у нас получается процесс неизбежен это обнуление для украины и начало нового пути приведет ну к шестерке жезлов это приведет приведет к шестерке жезлов к императрице несомненно этот шут это начало пути это начало пути все будет хорошо все будет хорошо разрешится так или иначе этот процесс конечно я вам сразу говорю что процесс этот будет медленный затем затянутый достаточно мы будем еще сталкиваться с какими-то провокациями где-то она будет зависать будут какие-то удары не все будет гладко это сложный путь мой хороший сложный путь смотрите я раскидываю карты видите это будет подвисать это не будет так как быстро как нам бы хотелось будут удары какие-то до конфронтация какая-то вот это все не очень приятные события ждут но так или иначе результат все равно не избежен все равно вот все равно просто где-то на этом пути и победа пожалуйста это победа все равно это будет победа украинской церкви украинской все с московией мы прощаемся точка мир пожалуйста окончательная карта мир мы прощаемся с прошлым мы прощаемся с зависимостью от москвы до свидания прощайте возврата больше не будет все это может быть дорога и непростая может она усыпана иллюзиями и удары как мы видим будет будет все так но в данном случае очень важно наверное чтобы было знаете еще со стороны украинской церкви больше объяснение людям должны работать и в интернете через телевидение обращаться к людям объяснять где службы в чем разница что это абсолютно такой только политический момент даже нужно людям объяснять проводить пропаганду объяснять очень важно это для людей которые там 60 плюс дали 70 плюс им очень тяжело принимать все перемены практически невозможно принять перемены нужно потихонечку спокойно людям объяснять это все душевные раны душевные раны наших людей и они так наши люди так истерзаны это войной так еще добавлять им раны это конечно это тяжело это тяжело я просто смотрела на этих людей которые собрались возле лавры я понимала что многие из них искренне не понимают что происходит и для них это настоящая боль да там конечно есть там такое такое сякое но тем не менее я видела там искренних людей которых боли непонимание в глазах с этим нужно тоже работать вот это важно важно потому что видите что мы видим иллюзии очень много непонимания иллюзии надуманного видите как оно все сразу тут и вопросы войны и вопросы с церковью все сразу это тяжело тяжело но по большому счету я же говорю как оно должно было быть так не сделали а должно было быть с 91 года этот вопрос нужно было решать сразу 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 они пытаться быть хорошими для кого-то сразу а сейчас это больно а сейчас это больно но это необходимо чтобы избежать гангрены это необходимо если сейчас этот гниющий орган не удалить то дальше это грозит для украины с очень очень тяжелыми последствиями понимаете если уже орган есть зараженный его приходится удалять сейчас к сожалению это видите вот так вот чуть ли не по живому происходит да для многих людей это болезнь тема вот такая вот такая вот как я это понимаю мои хорошие опять же и то есть я хочу чтобы понимать да что как бы от церкви я человек несколько как бы в стороне да я крещённая но и кстати московском патриархате церкви московского патриархата получается так а потому что а другой нет на минуточку до другой нет вот но просто по моему глубокому убеждению вот как я как я вижу ситуацию для меня я абсолютно у меня всегда это внутри меня это живет бог живет внутри каждого человека наша совесть это и есть наш бог когда говорят человек бессовестный вот этот человек безбожник а бог это совесть и все он каждом из нас это да вот это дух святой вот это дух святой это совесть священники это только чиновники это чиновники и они по-разному выполняют свою работу по-разному это уже человеческий фактор это уже игры политические церковные то есть церковь и бог это не есть знаете ли не не в церкви живет бог не в церкви нет внутри нас вот ну а то что приходится ведь обнулять ситуацию выходить на новые дороги это время перемен по колесу фортуны не бывает легко это да да ну вот в этом раскладе я вижу только несколько болезненных карт которые в принципе они они разрешимы но с этим нужно работать будут ли с этим работать я не знаю конечно как обернется но было бы очень правильно чтобы с этим работали да вот подшельнику работали все таки потому что эта карта иллюзий она очень напряженная на самом деле для людей для верующих людей это очень напряженно это это знаете это каша в головах и фейки опять же всякие там извините надуманные какие-то проклятие какие-то там да там кресты почернели еще что-то там еще что-то случится этот страх сеять в душах людей это неправильно да ну и вот тройка мечей то что все таки удары будут на этом пути слава богу не по десятке но видите не без ударов не без каких-то провокаций этот путь нам придется проходить ну вот так мои хорошие вот ну думаю самое главное что мы увидели что этот процесс все равно должен случиться в кольцо фортун должен это обнуление должно случиться для украины это на пользу по шестерке жилов несомненно и ну и я думаю наша православная церковь пройдет через это надеюсь хватит мудрости у них все-таки по отшельнику до работать с людьми объяснять людям убирать из голов людей из душ людей вот этого вот это вот эти иллюзии вот и как-то тогда все это слава богу наладится до наладится ну вот так вот что я могу сказать по этому поводу надеюсь я не затронула чью-то душевную боль я старалась быть максимально корректным как я вижу как я вижу эту ситуацию да это сугубо мое мнение вот личное да ну и как опять же карты мне показали эту ситуацию то что происходит единственное что могу сказать сразу отменяйте все вот эти проклены что там что-то там проклянуть что-то страшное случится какое-то там знамение вот этого всего убирает это все иллюзии ничего страшного не случится это точно абсолютно потому что будет много фейка там кресты почернели там колокол позеленел там еще что-то там это все убирайте это все из своих голов это фейки это ерунда это иллюзии вот ну а то что обнуление это неизбежно это факт ну вот . вот так я думаю это главное вот ну а принципе я готова выслушать ваши комментарии ваше мнение что вы думаете по этому поводу что вопрос да он такой да такой такой непростой непростой аминин напишите мне что вы думаете об этом